Веду вас на площадь Леаль, в самом сердце Старого Парижа на правом берегу. Покажу, что здесь есть интересного и полезного. На этой площади у нас есть прекрасная готическая церковь Сент-Устаж, бывшая коммерческая биржа, теперь фонд Пино, музей современного искусства, а самый центр площади на месте разрушенного рынка занимает коммерческий центр Форум де Аль. И в нем есть, ну, помимо всяких пончиков, за которыми очереди стоят, за пончиками мы не пойдем, а пойдем в шоколадный магазин Олены Дюкаса. Здесь сейчас поразительная коллекция шоколадок Новому году, которые воспроизводят природные формы, мишки там всякие, техногенные, правда, слегка, олени, елочки, смотрите, какие елочки с лесными орехами, с фундуком. Ну и конфеты классические, конечно, с миллионами вкусов. А с другой стороны магазина у нас бар для дегустации этого потрясающего шоколада. Олены Дюкаса, вы знаете, я так полагаю, может быть, даже были в одном из его ресторанов, они у него по всему миру. Самый знаменитый из его ресторанов – это Людовик XV, вот Эль-де-Пари в Монте-Карло. За этот прекрасный трехзвездочный мишленовский ресторан ему дождали гражданство Монако. Чего у нас только в этом бутике нет? Нет, бергамотовый сироп, смотрите, какие-то намазки безумные из корочек апельсиновых. Ну и шоколад, естественно, во всех видах. Шоколадная фабрика, которую Дюкас открыл вместе с Николей Аберже, находится тоже здесь в Париже на улице Рокет и несколько бутиков. В частности, вот здесь, в коммерческом центре Форум Деаль. Конфетки тут дают продегустировать, ну и приятно с собой купить. А вот, смотрите, петушки у нас. Ну и не только Дюкас, и другие бутики, видите, тут на форуме. Косметика, одежда, миллион всего. А когда мы из форума выходим, перед нами оказывается потрясающая средневековая церковь Сент-Усташ. Это церковь бывшей корпорации рыночных торговцев. Ну, собственно, не такая уж она и средневековая, она 16 века, но построена в традиционных готических формах, потому что рыночные торговцы все эти новомодные ренессансы не любили. И перед ним скульптуру слух. Ну, современное искусство. Современное искусство представлено у нас также в этом новом музее, который открыл миллиардер Пино в здании бывшей коммерческой биржи. Вот она у нас при свете дня, и рядом с ней сохранилась удивительная астрологическая башня 16 века. Это башня астролога Екатерины Медичи Руджери. Там была его лаборатория наверху, и, говорят, до сих пор в ночи, когда гремит гроза, его силуэт появляется на вершине башни. Ну, и рестораны тоже не забудьте. У меня о них есть отдельный ролик, обязательно посмотрите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok